У нас вот такой замечательный модель-дог. Сейчас я вам расскажу, как им пользоваться, что с ним делать, и из него будем стричь Азию. Далее у нас будет окрашивание небольшое, нюансированное, и наша собачка будет готова. Я сейчас вам покажу, как это все одевается, как это все приходит в упаковке изначально. Вот у нас есть такое тело, у нас есть вот такие глазки, носик с ротиком, и сама меховушка, которая одевается, которую мы непосредственно будем стричь. Еще идет вот такое шило, которое мы, собственно, и будем с вами делать дырочки для глаз и для носа. Здесь, как вы видите, есть в пластике дырочки предусмотренные, ну и, собственно, пластиковые носы и глаза, которые вкручиваются или просто засовываются в эти дырки. Они, естественно, не всегда подходят идеально, поэтому иногда нужно приложить усилия. Когда этот цветной манекен, у него все просто, то есть тут морда отдельно, голова отдельно. И это хорошая подсказка, что вот на сочленении этого меха разного цвета мы нащупываем, где у нас дырочка в голове, берем шило, нащупываем, где у нас дырочки в пластике, раздвигаем шерсть и, собственно, шилом продырявливаем мех, чтобы получить вот такую дырку. Находим пальцем глазик другой, да, расчищаем шерсть, разбираем. Точно так же делаем дырку шилом и вот в эту дырочку помещаем второй пластиковый глаз. Что аккуратно нужно делать? Этот пластиковый уровень губы, он очень хрупкий, очень острый, поэтому если вы не хотите остаться без рта для собаки, то таким образом аккуратно засовывайте нос, чтобы не оторвать рот. Итак, мы используем те же самые пуходерки, те же самые сликеры для модель догов. Вы можете использовать, мы можете чесать собаку, игрушку, как на модели, уже на пластике, так и в руках. Эту меховушку можно расчесывать. Наша задача очень хорошо, качественно от корней прочесать весь мех. Мы расчесали модель дог, и сейчас мы пойдем мыть. То есть для того, чтобы мы пошли мыть, мы опять убираем, мы не моем на самой собаке, мы моем только шкурку. Используем для мытья либо суперочистку, либо текстурайзер, текстурирующий шампунь, для того, чтобы было более объемно, текстурированный мех наш. Кондиционер буду использовать объем, в данном случае я использую суперрич. Каким образом мы моем? Искусственный мех намокает дольше, поэтому хорошо промачиваем. Далее мы берем шампунь. Вся косметика профессиональная, следовательно, она концентрированная. Таким образом мы хорошенечко все промываем. Промываем, очень хорошо промываем также теплой водой мех. Хорошо прополоскали в кондиционере. Кондиционер также разбавленный у нас. Отжимаем. Как мы сушим? Немножко специфическая история по поводу сушки. Мы просто сначала мы сушим именно основание, ткань. Поэтому засовываем компрессор вовнутрь, придерживаем мех и включаем компрессор в горячий воздух. Для этого я поменяю шланг вот этот вот на рукав. Иссесываю в разных направлениях, чтобы шерсть была вся дыба максимально выпрямленная и отфененная. Мы имеем сухую, отфененную, отмытую шкурку. Сейчас мы с вами контрольным образом таким прочесываем ее еще разок от корней. Очень важно, чтобы она у вас была отчесана от корней. Одеваем ее на манекен. Убираем всю шерсть. Это очень удобно, когда шерсть не мешается, потому что вот этими губами пластиковыми зачесывается лишняя шерсть. Если у вас не очень хорошо одеваются глаза, можно на резьбу резинку одеть. Примерно середины глаза мы будем забирать. Для начала возьмем прозрачную резинку и расческу с хвостиком.